ребята всем добрый день как вы поняли на сегодня опять skoda опять мой любимый вах и это обновленный супер совсем новая модель но это рестайлинг третьего поколения супер который писать с 15 года с января 2019 год и сегодня посмотрим что у меня преобразилось конечно первый взгляд особо не видно каких-то отличий от предыдущей модели которого было до рестайлинга но все-таки если поставить их рядом присмотреться сразу будет понятно что решетка радиатора по и здесь появилась чуть больше хрома как сбоку так сверху и снизу потом опять же бампер стал немного другого дизайна пройдут туманные фары получились много не такие какие были на до рестайлинговой версии ну и сами фара головного света хотя не сильно сменились по внешнему дизайну но очень сменились по внутрянке теперь здесь доступны полностью матричные лет оптика который добавляет освещению этого автомобиля несколько уровней вверх для безопасности на дороге как и раньше в центре радиаторной решетки у нас же полагаются датчики которые отвечают за функциональную работу всех ассистентов которые есть в этой машине а в дори стали стало это много больше первых это остался старый адаптивный круиз который теперь у нас разознает и знаки выбирает оптимальную скорость движения может ехать при коробке dsg с самого начала движение 100 до 210 держать скорость само собой он подстраивается под автомобили которые вокруг вас едут и также отвечают и датчики за системы экстренного торможения если раньше она у нас реагировала только на машины которые едут вокруг вас это сейчас она реагирует даже на людей и на крупных животных поэтому опять же безопасность выросла по сравнению с предыдущей моделью все смотреть профиль на эту машину на принципе осталось похоже на старую автомобиль который был дори стали на хану сам это то и так и понятно потому что все таки это не новая модель база осталась старая и габаритный размер изменились только за счет немного других бамперов спереди и сзади и выросли буквально несколько там сантиметров или даже миллиметров также хотелось бы отметить на переднем бампере есть интересные прорези которые идут на сквозные и идут на обдув то ли не знаю как бы тормоза наверное хотя здесь все таки резина она и пускает потоки воздуха на тормоза непонятно чем они сделаны на чем-то они сделаны я думаю средства какая-то функциональная фишка они просто дизайнерская система без ключевого доступа она заступна сейчас на всех четырех дверях то есть увидите что штамповочки которые есть на каждой из ручек двери и может открывать даже каждую дверь отдельно не только передней но и задней то есть какой-то пассажир может подойти дернуть свою дверь в условии того что у него есть ключи или выйдет стоите рядом и откроется именно так раньше сколько я знаю давай столько передней двери так вообще шкода особо не баловала даже не сегодня без доступа на задних дверях под крышкой бензобака у нас как обычно skoda хранит скребок специально фирменный который у нас очищает от наледи или снега зимнее время года тепло автомобиля ну и как вы можете видеть по синей заливной горловине для мочевины этот автомобиль защищены на дизельном двигателе ну раз уже разговор пошел за двигатели расскажу вам какие двигатели предлагаются на украинском рынке при покупке модели skoda superb после рестайлинга вариантов как здесь совсем немного здесь уходу 2-3 двигателя бензиновый тайсай всем известный знаменитый и такой же не менее знаменитый 2 литра т.д. на 190 сил такие стали статигуаны и хотел бы сказать что этот дизель просто хорошо чипуется как бы он и в стоке неплохо едет после его немножко таскать под шаманить вы не заводских условиях поставить куда прошивку то этот бизнес седан будет точнее плохо пулять при достаточно низком восходе топлива по бензиновым двигателям пустотровый тайсайк я уже сказал складывается в трех вариантах это два двигателя с разной прошивкой на 190 сил и на 220 и 3 2 идет на тоже с турбиной много большего таскать производительности и соответственно другим право обеспечением должен дает 208 лошадиных сил и к этому двигателю вы также можете заказать полный привод так что он как бы в стойке будет ехать у нас примерно 0 100 м 5 и 8 по я знаю но при небольших доработках эта машина легко выйдет из 5 у вас будет полный привод достаточно больших размерах этого бизнеса дано с огромным комфортным багажником но прежде чем мы откроем багажное отделение кто здесь как и раньше было так сейчас осталось достаточно исполнительских размеров хотел бы сказать по внешней части автомобиля которая настала после рестайлинга первое что бросается в глаза это надпись skoda по всей групповой ширине не по всей ширине но достаточно не сильно ее растянули и отказались от эмблемы skoda это какая-то новая фишка компании они хотят это запустить и на новой точнее уже запустили новый skoda skala который пока еще нет в украине ну скоро она уже будет доступна к покупкам и так понимаю что следующие автомобили этого бренда также будут иметь эту фирменную фишку также кроме этого у нас появилась формированная окантовочка от 1 до 2 фонаря раньше этого не было форума принципа стала все такая же фонари немного изменилось но за счет этой формированы полоски сразу можете отличить в потоке супер бы после рестайлинговый от до рестайлингового ну и наконец перейдем в багажнику здесь он оснащен на сервоприводом поэтому мне надо его поднимать вверх прокачивая свои плечи у нас там отлично как поднимается так и опускаются авто закрытие как на те же название здесь нет столько одна кнопка которая у нас просто ты нажала и она закрывается ну и естественно по размерам опять же первое что записал за это опять же лифтбэк то есть супер не извиняет себе когда вы смотрите на него снаружи вам кажется что это какой-то бизнес-седан и не ожидайте что для третий багажника вас поднимается сразу и сам багажник и заднее стекло в этом конечно большой плюс к его функциональности здесь как всегда можете привозить это вообще огромные вещи смотря на его стандартный объем где-то 600 20 630 литров но если вы бросите задние сиденья их разложите салон то здесь уже будет чуть ли не полтора куба полезного объема здесь может привести практически все это на бизнес-седане который принципе будет достаточно неплохо по бокам багажник у нас есть две ниши которые закрыты дверцами она просто оснащена небольшими ремешками где можно хранить оптического утешить или какие-то путевые принадлежности также здесь у нас есть различные крючки как сюда skoda simple и клево все прикольчики маленькие которые отвечают жизнь обычным автомобилистам и озетка на 12 но с другой стороны маршка нас есть точно такое же крышечка под куба страница всякие различные вещи и здесь мы можем видеть также как всегда skoda любит делать такой конструктор лего на ли буча который можно сделать круто коробочку или просто сделать какие-то стенки в той форме которой вам нужно прицепить его на карпет она будет здесь плотно держаться держать вашу мелочевку чтобы она просто блаженку не летала ну и конечно самое главное преимущество суперба как до рестайла так и просто это место на заднем диване здесь видите что я сижу очень просторно между коленами спинка переднего сидения но достаточно много места все удобно все комфортно здесь на есть подлокотничек которые можем откинуть но самый простой здесь нет никаких особых фишек даже нет никакого пространства куда можно положить обычную книжку только есть по стакане которые можем открыть здесь у нас вы штамповки под два стаканчика и что-то похоже на держатель для ручки так больше ничего особо такого нет на потолке мы видим опять же плафон салонного освещения он есть перед так и сзади но это само понятно для машины такого класса подогревы задних сидений здесь также присутствуют и как обычно небольшой как пепельница то ли склад для ваших мелких вещей прикуриватель для любителей покурить машине и карманы на спинках задних сидений просторно комфортно что еще сказать как только мы открываем водительскую дверь у нас опять бросается в глаза стандартная фишка шкоды то ли roll-froys то ли шкоды но они как-то вот так вот пытаются на дом уровне держать эти марки поэтому здесь находится зонтик фирменный шкодовский если вообще нового салоне не дали при покупке машины обязательно требуйте потому что он должен идти комплектации к автомобилям когда мы попадаем на водительское сидение нового суперба здесь принципе у нас так так как было все комфортно все под рукой здесь отделка с типа такого темного дерева неплохо смотрится опять же на самих дверях у нас ставки сделаны из кожи хотя сразу даже не скажешь что это кожа кажется что пластик думать почему идут так сэкономили на самом деле просто не идут полностью по всей длине карты и получал даже кажется пока не прикоснешься что это просто обычный пластик возможности есть когда другие варианты отделки с кожей другого цвета она бы старалась более покрасиво побогаче что ли действительно сильно просто потому что все в одних тонах стандартный руль который идет у нас практически на всех моделях тут они особо не заморачивались мультимедиа с навигацией с подключением телефона здесь все стандартно ничего такого особенного ключевой доступ как вы уже поняли по штамповкам на ручках дверей также у нас положается в салоне то есть мы заводим только с помощью кнопки старт-стоп машину едем по своим делам и коробки как я уже говорил здесь у нас крутится dsg механики на украине быть не может ни за какие деньги ни за какие доплаты то есть теория она как бы есть где-нибудь в европе возможно россии будет поставляться в украине настолько dsg которые там возможно разные модели зависимости от типа трансмиссии и деятелей на этой машине под правой рукой у нас есть удобный подлокотник который регулируется только вверх вниз то есть как всегда 23 положения вперед назад он никак не выдвигается внутри мы видим охлаждение что кстати очень удобно то есть у нас не только бардачок с охлаждением но и передний подлокотник также имеет такую функцию разъем юсби для подзарядки возможно вашего телефона или каких-то гаджетов и даже есть небольшая такая полочка с резинкой не знаю что что можно даже такое положить похоже на какой-то пульт или я не знаю чего то есть достаточно тонкая длинная возможности таксессуары которые шкода производит специально для того чтобы жить их сюда ну или уже на ваше внутреннее можете сами это все сделать по сиденьям здесь у нас кора с алькантарой водительское сиденье у нас полностью сочину электродулировками пассажирская уже чисто механика здесь нужно всю самому крутить подвигать и делать остальное для вашего комфорта и дальше все все стандартно зеркало у нас типа безрамочная выглядит очень так стильно современные как старые были с большим пластиковая окантовкой очечник плафонное освещение и даже микро лифты на ручках до потолочных ручках что-то начал ставить уже давно и на октаве 7 не есть это раньше они еще баловались и экономили на этих мелких бочонках которые стоят буквально копейки сейчас уже исправились точно так же и по обшивке карманов они уже что делать как в фольксвагене мягенький здесь карпетик но опять же я не понимаю этого прикола когда он весь карман обтянутся мягким карпетом а стенка которая находится ближе к вам она остается пластиковая то что вот окиньте какие-то ключи что-то бросить и все равно будет лица пластиковую стенку они на всех моделях концерна так делают фольксваген шкода почему нельзя немножко добавить чуть-чуть совсем карпета чтобы просто был мягкий и вы не заворачивались лишних звуков до сих пор мне непонятно по комплектациям на эту машину можете выбирать из трех вариантов это идет у нас ambition style и самая топовая лоренс клемминг как сюда у нас на рынок вставляются машины не стандарте допустим того же амбиши идут какими-то пакетами и ждем это подогревы тоже оптика здесь сюда можно варьировать или даже несколько варьировать он как будет автоматом какие-то стандартные опции поэтому даже в базе машина будет хорошо оснащена а там уже можно заказывать достаточно много ассистентов и тонны помощников и всяких приколов которые раньше даже не были ступ на этой машине сейчас вы можете себе это позволить это и вентиляция сидений и как я говорил электронные помощники ассистенты появились новые дизайны колес там 18 19 диаметра стойки на стоит 17 вот лишь основные диски тоже тоже неплохо смотрится но для кого-то более агрессивного и спортивного вида конечно хотелось бы добавить 18 и 19 по ценам где стартует у нас от 300 2000 долларов на сегодняшний день не птически до 50 если вы будете заказывать комплектацию с полным приводом а то же дровом тайссайн для всего себя сил но если вы закажете еще какие-то байки для опции по максимум наберете я думаю цена даже перевалит за 50 тысяч долларов сажение на данный момент у дилера нет автомобиля тестовый что можно покататься за такие динамические характеристики проверить его в ходу поэтому нам чисто любезно выдели автомобиль с пробегом в 7 километров естественно кататься на нем сегодня сажали не поедем но основные позиции по внешности по внутренностям продавцам вам рассказали поэтому дальше уже выбирать вам принципе по внешнему виду нет лично очень-то понравилось как и предыдущий дорестайл и был неплохой так и этот очень хорошо выглядит чего не скажешь что допустим втором суперби который вышел как говоря на любителя это же бизнес седан вам позволяет достаточно активно перемещаться в потоке учитывать ветеря кто здесь ставится на украинский рынок отличный вид и большая функциональ за счет большого багажника за счет того что все таки кузов лифтбэк это был обновленный школе супер 2019 автомобильного года но мы как всегда благодарим про галфта на кружной за предоставленный автомобиль ну и как всегда до новых встреч и до скорого